Добрый день! У нас сегодня пробная встреча. Я думаю, что мы такие семинары сможем сделать более-менее регулярными. И у нас тема нашей встречи – это актуальность Пакта Рериха в 21 веке. И у нас присутствует на нашей встрече генеральный директор Музея Востока Александр Седов, директор Музея семьи Рерихов в Улан-Баторе Инжмабира, Алексей Бондаренко. Директор Санкт-Петербургского государственного музея Института семьи Рерихов. Петр Баренбойм – специалист по Пакту Рериху и юрист, международник. Алексей, пожалуйста, Алексей. Здесь человек, который археолог, историк, специалист, который принимал участие в подготовке законодательства об охране памятников и ввозе-вывозе. И я – директор Музея Рерихов, филиала Государственного музея Востока. У нас я начну и потом, так сказать, по мере того, как у вас появится желание выступить, пожалуйста, мы определим. Может быть, мы начнем тогда с… Петр Давидович, может быть, я пару слов скажу и потом продолжите вы. А потом Алексей, потом мы дадим слово Еджме. Если Александр Всеволодович захочет выступить, пожалуйста. И Алексей Ковалев, значит, тоже, так сказать, по поводу сохранения культурных ценностей. Да, по поводу правового регулирования на международном уровне. Да, да. Прежде всего, мне бы хотелось начать с того, что вчера, 15 апреля, уже, значит, минуло 85 лет со дня подписания в Вашингтоне в Белом доме документа, который известен больше как Пакт Рериха. И этот документ инициировал художник, общественный деятель, мыслитель Николай Рерих. И, так сказать, этот документ дал импульс, собственно говоря, очень большим процессам, связанным с сохранением культурных ценностей. Прежде всего, Николай Константинович говорил о военных действиях. Но вот, значит, этот импульс был подхвачен международным сообществом. В 54-м году была принята ГАГСкая конвенция. Но вот для того, чтобы, так сказать, не говорить о том значении, которое было, и об истории, я бы хотел упомянуть нынешние события, которые сейчас разворачиваются, и говорить об актуальности Пакта Рериха в наши дни. Прежде всего, мне бы, ну, сказать, банальность о том, что то, что сейчас происходит по своим экономическим последствиям, скорее всего, будет напоминать, в общем-то, сказать, военные действия. И, соответствующим образом, это в значительной степени скажется на бюджетах, самых различных бюджетах, и в том числе, прежде всего, бюджетах учреждений культуры. Затем, конечно же, мы поставлены в условия, когда нам предстоит выработать совершенно новую стратегию общения с нашими, так сказать, ну, посетителями, с нашими людьми, которые воспринимают культуру. И, конечно, сейчас, когда существуют многочисленные цифровые технологии, это сделать значительно проще, но, тем не менее, мы оказываемся в, во-первых, слишком широкий спектр вот этих вот различных цифровых возможностей с одной стороны, а с другой стороны. Надо понимать, что вот наши учреждения культуры могут в этой связи сделать, и мне кажется, что вот те удаленные формы работы, которые сейчас, в общем-то, сказать, имеются, начиная от семинаров подобных и кончая вот такими круглыми столами, лекций, различных викторин, онлайн-экскурсий. Это все, конечно, замечательно, надо просто понимать, как, ну, повысить, что ли, я не знаю, уровень вот этого продукта. И, конечно, то, что меня, вот я, так сказать, обращаюсь к вам, как людям, которые занимаются и возглавляют учреждения в Санкт-Петербурге, в Улан-Баторе и являются специалистами по правовым вопросам. Как будут функционировать учреждения культуры, а я уверен, что в конечном итоге все закончится благополучно, как будут функционировать учреждения культуры в недалеком будущем, когда, наконец, этот кризис закончится. И как мы должны к этому кризису подойти, к окончанию этого кризиса подойти. Ну вот, собственно говоря, может быть, я тогда передам слово Петру Давидовичу. Пожалуйста, Петр. Спасибо большое. Честно говоря, если говорить о музеях, которые являются хранилищами культуры, в данном случае хранилищами не только произведений, но и всего творческого наследия и идей Николая Рериха, то мне кажется, что в любой ситуации, при любой эпидемии, при любой войне, все-таки будут держаться на плаву те музеи, которые будут не просто пассивно ориентироваться, когда к ним придет гость смотреть экспозиции, а те, которые будут позиционировать себя как, ну, можно я так громко скажу, институты гражданского общества. Сказать могу спокойно, понятие не очень сформулированное. То есть, будут быть культурными центрами, инициаторами каких-то важных инициатив. Тогда музеи, государственные, которые зависят, конечно, от государственных бюджетов, и тут не везде много можно ждать, могут ожидать, что они окажутся в центре общественного движения, окажутся в центре притяжения мыслей, идей, людей и средств из каких-то частных источников, которые вообще во всем мире являются довольно важными для поддержки музейной деятельности, культурной деятельности. В этом смысле музеи Рериха, они находятся в выигрышном положении, потому что Рерих формулировал идеи, которые, ну, на сотни лет, вот почти сто лет, скоро будет, 85, по акту Рериха. Я думаю, что он до конца еще не осмыслен, не приведен в исполнение, хотя формально был принят, ратифицирован, красиво был принят, в Белом доме, в кабинете подписывался. Вот, собственно, та первоначальная мысль, которую я хотел бы высказать и передать слово другим участникам. Петр Владимирович, можно я здесь как бы резюмирую, и мне тоже показалось, это очень важно, Институт гражданского общества, а я бы это воспринял бы еще так, что музеи должны показать свою необходимость, То есть то, что мы являемся хранителями культурного наследия, еще раз нужно сказать, что это абсолютная ценность, которая сохранится даже после кризиса в том самом виде, в котором она сейчас есть. Да, пожалуй, что так, потому что, вот, если не приходит, извините, не могу сказать, посетитель, зритель, как правильно сказать, для музея, то музей стоит пустой, и, а так, с учетом тех средств технических, благодаря которым мы сейчас общаемся, и с аудиторией мы сейчас тоже общаемся, да? Да. То можно поднимать важные, значительные мысли, быть в центре событий, в центре всего остального. Если говорить о Пакте Рериха, то он не осуществлен, не воплощен в жизни, он существует как воспоминание о том, что он был принят, но не введен в жизнь. И я бы сказал, что это воспоминание о будущем, потому что те идеи, которые заложены Рерихом в пакт и вообще в его правовую мысль. Рерих же был юрист, вот вы, конечно, перечисляли, когда говорили все его. Он был юрист, он учился в Петербургском университете, когда там преподавалась школа философии права, воспринятая от Канта и утверждавшая доктрину правового государства. У нас сейчас формально, если мы берем Россию, Россия объявлена в Конституции правовым государством, мы даже поправками последними это не изменили. Но это по Рериху означает правовое государство, это то государство, которое живет для культуры, сохраняет культуру, осуществляет культуру, для которого культура является самым главным. И за эту идею еще надо бороться. Надо бороться, если говорить о России, внутри России, внутри каждой страны. И надо еще бороться из-за осуществления идей Пакта Рериха на международной арене. Конвенция ООН ГААКСКО, которая была принята с учетом идей Пакта Рериха, упоминала Пакт Рериха, она, по сути, не работает. И если не будет принята новая конвенция, если не будет начато движение за ее принятие, понятное всем, а потому что культура, она уничтожается и сегодня, и сейчас в ходе местных конфликтов, в ходе недопонимания, в ходе недофинансирования. Извините, если сравнивать с войной. Это может быть по результатам почти то же самое. И вот движение за Пакт Рериха, осуществленный через конвенцию ООН, это очень важное движение. Мы, юристы, пытались его как-то инициировать. Вы упомянули викторины. Мы не викторины проводили, мы для студентов России проводили конкурс за лучший проект, конвенция ООН, основанный на Пакте Рериха. Сразу на английском языке просили представить. И у нас было несколько очень интересных проектов. И присуждались премии. И я так могу сказать. Вот музеи Рериха и, конечно, музей Востока в России, в Москве, они являются важнейшими культурными центрами. Им надо быть более активными, используя, например, вопрос о защите музеев, о защите культуры и защите не только от военных, защите не только от эпидемий, а защиты от невнимания государством и неисполнения государством своей конституционной обязанности быть государством правовым. Спасибо, Петр Андреевич. Замечательно. Алексей Бондаренко, Алексей, пожалуйста, продолжите. Уважаемые друзья, коллеги, участники нашего семинара, позвольте вас всех поприветствовать. Очень приятно быть здесь вместе с вами и обсуждать, на мой взгляд, один из важнейших вопросов, который благодаря дате, 80-летию Пакта Рериха, мы сегодня обсуждаем. Дело в том, что в ноябре прошлого года в Петербурге прошел традиционный Сан-Бейбургский международный культурный форум, в рамках которого проводился такой двухдневный круглый стол под названием Пакта Рериха и Декларация прав культуры Дмитрия Лихачева. И там у нас шел очень интересный разговор, очень интересное обсуждение. Я бы очень коротко резюмировал, о чем мы там говорили, с тем, чтобы перейти к сегодняшнему нашему обсуждению, перекинуть такой мостик. Говоря о Пакте Рериха и Декларации прав культуры Лихачева, мы можем сказать следующее. Пакт Рериха и сопутствующий массив литературно-философского наследия Николая Костича Рериха утверждает безусловный приоритет уважения и защиты культуры во всех ее формах. Ее внутреннее единство и универсальность, ее фундаментальную роль для духовного развития и эволюции, единство и соразмерность культурного достояния вовне и культурного достоинства внутри, требуя защиты и уважения не только культурных объектов, но и служащих и персонала. Пакт накладывает обязательства прежде всего международно-правового, но и гражданско-правового характера на подписавшие его государства. Ну, мы уже сделали здесь такое вступление, поэтому я не буду делать оговорок, требуя соблюдения их военное и мирное время. Пакт вводит культуроохранный знак, знамя мира. Это символ, который укоренен во многих культурных и духовных традициях и временах, древний символ, соединяющий эпохи и времена ценностью единственной культуры. И переходя к разговору о музеях в этом контексте, конечно, нужно вспомнить, что для Рериха музей являлся ключевым звеном всей системы охраны культуры, где собраны все роды творчества не только в смысле их хранения, но и в смысле их изучения и использования. И поэтому я совершенно солидаризируюсь с сказанным Петровым тезисом о том, что для музея быть важно центром, где не только хранится, не только экспонируется культурное наследие, но где изучаются идеи, где производятся проекты различные и где происходят события, которые вызывают, ну, если не всеобщий, то большой интерес у разных видов публики, у разных видов посетителей, зрителей, можно действительно называть по-разному. Рерих спрашивает, что мы должны хранить, какое наследие мы должны хранить, какие ценности мы должны хранить и почему они вообще являются ценностями. На мой взгляд, это важнейший вопрос, что нужно хранить и что является ценностью. И вот эта различная терминология, которая существует в разных традициях, в русском языке это культурная ценность, скажем так, в английском это культурная собственность, если я в чем-то неправда, меня поправят. Но это разные акценты, разные отношения на самом деле к этому явлению культурной ценности, как мы говорим по-русски. Ответ не такой простой и не такой очевидный. Что же нужно хранить? И Рерих дает ответ, тоже проблемный. Хранить нужно то, что нужно для будущего. Таким образом, работа музеев, вообще работа сферы культуры, она прежде всего нацелена на будущее. В связи с этим, когда нам говорят, что культура должна приносить доход, что культура должна быть на самоокупаемости, мы можем сразу сказать и ответить, базируясь на тезисе Рериха, это не так. Доход и самоокупаемость нужно смотреть на длительном промежутке времени. Тогда этот вопрос можно поставить. Есть ли самоокупаемость у культуры? Должна ли она быть? А когда нам говорят, что давайте мы поставим во главу угла посещаемость, а про все остальное забудем, ну я думаю, что мы просто отходим от самых корней понимания нашей сферы. Еще один аспект, о котором мне хотелось бы сказать. Говоря вот об этом проекте, не только сегодня, говоря о конвенции, как сказал Петр, но и раньше эта тема затрагивалась, и хорошо, что мы о ней упомянули. Мы, когда говорим о необходимости всеобщей конвенции на базе идей Пакта Рериха, мы должны понять, что если она всеобщая, то она должна учесть различные традиции, которые имеются на Западе, на Востоке, на Севере, на Юге. И мы должны будем признать, что отношение к культурным ценностям, ну скажем так, на Западе и на Востоке очень различно. На Западе это в большей степени материалистическое и материализованное отношение. Мы относимся к культурным ценностям как к плодам человеческого творчества, чаще всего опять же материализованным. Но хорошо, теперь есть декларация о нематериальном культурном наследии. Хорошо, что мы говорим, что есть культурное разнообразие, есть нематериальное культурное наследие, есть многие виды наследия, которые должны сохраняться. Но все-таки, давайте посмотрим, как на Востоке относятся к культурным ценностям. Здесь отношение более сакральное. Вообще, в традиционных обществах отношение к культурным ценностям, оно близко к отношению к святыням. Не будем ставить между этим знак равенства, но мы должны все-таки, наверное, сказать друг другу, что здесь есть определенное подобие. Перебрасывая мост в современность, вот сейчас мы живем в условиях пандемии, мы думаем о формах работы музеев. Если мы будем помнить о той основе, на которую нам указывает Пакт Рериха, то, конечно, мы должны будем сказать, что новые формы вот такого виртуального обсуждения, представления, они не могут в полной мере нам заменить нашу традиционную работу. Но все-таки они для чего-то могут быть полезны, и наше сегодняшнее обсуждение этому подтверждение. Говоря о культурных ценностях, мы понимаем, что с культурными ценностями всегда связаны очень важные такие понятия, как актуализация, интерпретация. И всякое изучение культурной ценности предполагает ее множественную, многообразную интерпретацию. Сохранение культурной ценности невозможно без ее комплексной интерпретации. Реставрация в том числе. Мы должны для себя определить, в чем значимость избранной культурной ценности, в ее подлинности, нужности для будущего, как говорит нам Рерих. Чем определяется подлинность? Истинностью происхождения и бытия, и действительностью связи со своим смыслом, истоком и целевым назначением. Мне кажется, вот эти философские вопросы, они тоже очень важны. И папа Рериха их затрагивает, даже не имея в своем тексте соответствующих положений. Поэтому я думаю, что мы сегодня могли бы поговорить и об этом. Спасибо. Спасибо, Алексей. Если есть какие-то мнения по поводу высказывания Алексея, пожалуйста, и мы тогда слово предоставим Ежме, директор музея семьи Рерихов в Улан-Баторе. Пожалуйста, Ежма. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, к Алексею, вот что я хотела сказать. В ноябре в прошлом году во время культурного форума, когда проводился круглый стол Пахта Рериха, мы вот подписали соглашение и хотели в этом году провести большой проект о пути благословления. Но в связи с этой пандемией все это и смысл этого проекта, чтобы донести до масс вот именно Пахта Рериха и смысл Знамени Мира. И в этом хотели включить монгольских наших байкеров, с ним мы договорились. Они с Улан-Батора до Санкт-Петербурга, это почти на мотоциклах, со Знаменем Мира вот эти через байкеров донести вот смысл Знамени Мира. И вот чтобы больше вот люди понимали, что Николай Константинович, который увековечил в Знамени Мира знак Триединства, ну и сегодня я немножко буду говорить о Знамени Мира. Ну, как вы все знаете, Николай Константинович, он особо проявлял особый интерес и глубинные знания кочевой цивилизации на Востоке, особенно к Монголии. И был тесным образом связан с его основной научной концепцией о единстве и целостности общечеловеческой цивилизации и культуры и их равноправной ценности. В его концепции важное место занимала Монголия, как один из древних очагов кочевой цивилизации, сыгравшую в свое время активную роль в истории взаимосвязи Востока и Запада. Все мы знаем о знаке Триединства, который увековечен на Знамени Мира, а прототипом этого символа и его изначальное содержание, когда Николай Константинович Рерих во время пребывания в Монголии со своей экспедиции имел возможность ознакомиться с древнейшим прототипом будущего символа мира на монгольских Петроголю. Более того, он установил, что этот древнейший прототип не забыт в Монголии вплоть до нашего времени. Но вы знаете все, что этот символ не только в Монголии, это во всем, ну, повсюду. И Николай Константинович, даже на его картине, да, «Конь счастья» с Гималайских гор несет этот знак, сияющий знак. Издавна ходит Ирденморь, или у монголова это называется химорь, и даже монгольские ламы до сих пор вот этот символ, и Ирденморь или химорь, до сих пор, когда кого-то благословляют, ламы или даже в семье, родители детям говорят, будь в химорь или Ирденморь, то есть ты должен лететь, как лошадь, несущая сокровище. Ну, для монгола вот этот знак, который прошедший через века и тысячелетия, употребляется не просто в смысле орнамента, но с особым значением. Никто не может утверждать, что этот знак принадлежит только одному верованию, потому что этот знак и в исламе, вы все знаете, и в православном, и в христианстве, и в шаманизме. Таким образом, Монголия считается одной из древних родин знака триединства, причем эта форма символа выражала удивительно глубокую философию людей на территории Монголии. Данная философия сохранилась в частности в шаманских песнях монголов. Если ее перевести, благословляя нас по желанию, сила гений благодеянием, идущая от троицы человека, тенгри – небо и земля. Так монгольские шаманы сформулировали словесное значение древнего символа триединства. Человек – тенгри – это небо, земля. Небо является отцом, а земля – матерью, а люди – детьми. Нужно сказать, что Николай Константинович, когда, будучи в Монголии, снова ознакомится с древнечуркской надписью «На камне», которую он переводит в следующий, «Когда возникло голубое небо, а под ним внизу темная земля, между ними явились люди». Все эти факты утверждают нас в том, что древние монголы являлись первооткрывателем тайны и сущности жизни буквально только в трех словах – «тенгри – земля и человек». Это было самым великим открытием метанаучного мышления детей природы в период истории человечества. Эту глубокую философию часто человечество забывает и пренебрегает. Достаточно вспомнить и посмотреть, что мы делаем с Отцом Небом, Матерью и Землей. Вопрос сохранения гармонии и взаимообсловенности трех фундаментальных элементов, открытых нашими предками, является архиважным вопросом современной цивилизации. И почему Николай Константинович Рейрих увековечил этот знак «Триединственное знамени мира». Поэтому и значение символа знамени мира в данное время всем надо очень глубоко осмыслить в связи с особенностями нынешней ситуации. И вот наш проект, который мы с Алексеем в августе прошлого года после окончания нашей конференции мы задумали, потом в октябре подписали и в феврале, 13 февраля, мы открыли этот проект. Ну, в общем, чтобы как можно больше людям донести смысл знамени мира, потому что для Монгола знамя – это живое. И каждый как бы ну, как на войне, да, ради знамени люди жертвовали жизнью. И поэтому вот Николай Константинович, я сейчас во время пандемии не говорю о жертвенности, но во всяком случае вот это новое видение знамени мира, чтобы поднести массам вот это понимание и охраны материальных культурных ценностей, хотя бы начать вот с более таких элементарных с одной стороны вещей. Спасибо, Яджима. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что мы сейчас там присоединился Нью-Йорк, Дмитрий Попов, главный хранитель музея Николая Рейха в Нью-Йорке, но мы сейчас все-таки, как говорили, дадем слово Алексею Ковалеву. Алексей, пожалуйста. Ну, уважаемые коллеги, я буду исходить из чисто юридических аспектов того, что было и того, что сейчас мы наблюдаем. Конечно, Пакт Рейриха для своего времени это был прорыв, затем многие положения его перетекли в Гагскую конвенцию, мы все об этом знаем, но хотел бы отметить вот одно из главных отличий Пакта Рейриха от Гагской конвенции, это то, что Пакт Рейриха говорит в целом как о культурных ценностях, так сказать, не такого, ну, чисто материального аспекта, так и о культурных организациях, в том числе вот перечисляются и научные, художественные, образовательные организации, не только музеи, не только центры сосредоточения ценностей. Соответственно, под организацией имеется, имеется в виду, подразумевается также и персонал этих организаций, который должен находиться под защитой согласно конвенции Рейриха. Так вот, сегодня такого рода норм нет в международном праве вообще, то есть, я считаю, что если там что-то есть в рекомендательном ключе и так далее, конвенции такой больше нет, которая бы защищала персонал и само по себе существование этих самых вот организаций. А сегодня в условиях этой пандемии коронавируса конкретно мы видим, что могут исчезнуть и организации в смысле их штатной, так сказать, численности, персонала и вообще, так сказать, экономически они могут быть разрушены и физически могут эти люди исчезнуть. мы должны понимать, что международное сообщество должно предпринимать какие-то особые меры для поддержки этих организаций в тех странах мира, которые самостоятельно справятся с эпидемией не в состоянии. Будут ли проведены такие меры? Вряд ли. Можно сегодня поднять этот вопрос. Я уж не говорю о том, что защита недвижимых культурных ценностей и музеев, она вообще не обеспечена даже ГАГС и Конвенции, просто имплементация этой Конвенции, вообще реализация положения Конвенции натыкается на большие сложности. Мы все видим, что происходит на Ближнем Востоке. Как сегодня в Йемене там полыхает и гражданская, и вот война, так сказать, международная война в чистом виде между Саудовской Аравией и Йеменом, да? Как на сегодняшний момент в Ираке уничтожали в Моссуле все эти замечательные памятники культуры и в том числе музеи. Как убили директора музея в Сирии, да? И так далее. То есть мы видим, что защита во время международного конфликта, которая должна быть гарантирована ГАГской Конвенции, она не срабатывает. В чем дело? Это второй вопрос. Необходимо проводить международную конференцию по реализации положений ГАГской Конвенции 1954 года. о том, в чем причина ее недостаточно глубокого реализации и какие изменения нужно вносить в эту Конвенцию. Далее, какие обязательства должны участники этой Конвенции принимать на себя. Теперь, еще один аспект, касающийся защиты культурных ценностей. Совершенно ясно, что Рерих не реализовал многие свои идеи в этой Конвенции, потому что его деятельность была посвящена защите культурных ценностей не только в ходе вооруженных конфликтов, но и в мирное время. Есть даже отсылка на мирное время в факте Рериха, правда, она никак не раскрыта. То есть, что там страны обязуются в мирное время уважать достоинства этих организаций и памятников. Значит, возникает вопрос, а что в плане защиты культурных ценностей в мирное время делается в мире? Здесь мы видим совершенно различные по своему, так сказать, по степени защиты культурных ценностей регионы мира. С одной стороны, это Европа, где действует развитая система конвенций посвященных культуре в рамках Совета Европы. И там мы имеем дело и с конвенцией об архитектурном наследии, и с двумя уже конвенциями по археологическому наследию, и с конвенцией по аудиовизуальному наследию, и очень-очень многим другим аспектам культурной жизни. И эти конвенции реализуются и на уровне Европейского Союза, естественно, как ядра Совета Европы, и на уровне Совета Европы. И можно промониторить, как это делается в разных странах, в том числе и в нашей стране, которая, слава богу, часть этих конвенций присоединилась. Но имеется азиатский континент, где такой системы нет. Конвенции ЮНЕСКО, которые сегодня действуют, они абсолютно недостаточны для того, чтобы защищать культурное наследие в мирное время, особенно в плане защиты культурных ценностей в ходе археологии, которая, естественно, не особенно близка, в ходе новостроечных работ. Сегодня мы столкнулись в совершенно ужасающей ситуации в Средней Азии, которая отделилась от Советского Союза без вот этого багажа европейских конвенций, и в которых вообще просто совершенно никакой защиты культурного наследия в ходе новостроечных работ не ведется. Я занимался в прошлом году, позапрошлом году, и в этом году наконец завершилась поражением археологов борьба по поводу изменения законов Казахстане. Казахстане значит просто так сказать фатальные изменения законодательства в отношении археологических памятников сейчас были произведены под давлением этой Берегины Зарбаева и там еще кого-то, но это не важно. Самое главное не на что опереться. Акты, рекомендательные акты межпарламентской ассамблеи, там есть такие образцовые тексты законов принимает межпарламентская ассамблея вместе с той же делегацией Казахстана, они не являются указом для министерства в Казахстане. Более того, когда начинаешь ссылаться на эти документы, начинается уже разговор о таких националистических нотках, что типа вы нам тут дедиктуете в Казахстане как мы должны защищать наше наследие и так далее. В итоге вопрос охраны археологического наследия провисает. Я в связи с этим уже в прошлом году, когда мы с Алексеем Анатольевичем ездили в Сиань на конференцию, посвященную Шелковому пути, вот этой новой идеей китайской «Один пояс, один путь», я уже предложил инициировать в рамках хотя бы вот этого движения некий документ, который был бы обязателен для стран азиатского континента, посвященный культурным ценностям, куда в общих чертах имплементировать нормы европейских конвенций и идеи, которые заложены в рекомендательных актах, рекомендациях ЮНЕСКО относительно культурных ценностей. Ведь есть целый комплекс рекомендаций ЮНЕСКО, которые, к сожалению, не являются обязательными для членов этой организации. Но пока вот эта идея осталась просто идеей. Мне кажется, что одна из стран, которые тесно связаны с наследием Рерихов, могла бы быть инициатором подписания подобного международного документа на азиатском континенте. И, в частности, это могла бы быть и Монголия. В принципе, мы можем подготовить такого рода проект конвенции, который бы со стороны, так сказать, вот, скажем, Монголии мог бы быть внесен на рассмотрение странам, участникам центрально-азиатских проектов, ну, а затем и другим странам мира. Вот есть Индия у нас также. Там, где Рериховское имя все-таки особо почитается, и можно было бы, опираясь на Рериховское движение, заинтересовать правительство этих стран в такой рода международной инициативе. Я чувствую, что без такого международного документа в Азии охрану памятников на новый уровень не вывести. Вот даже китайские власти, что-то они, ну, может быть, китайские власти прислушаются. Мне бы не очень хотелось, чтобы вот именно Китай был бы инициатором такого рода, так сказать, законодательных инициатив. Я уверен, что он за это схватится, как только до кого-нибудь из руководства КНР дойдет вообще сама по себе эта идея, поскольку она, тот, кто предложил эту идею, тот, кто ее провел в жизнь, будет лидером в этой сфере для других стран Азиатского континента. Ясно, что китайцы заинтересованы в моральном, так сказать, возвеличении своей роли в культурном, развитии культуры Азиатского континента. Так что давайте вот по этим линиям попробуем отработать и со стороны рериковских организаций государственных и негосударственных разных стран мира предлагать эти инициативы. Значит, первое, это дополнение ГАГской конвенции реальными учреждениями и персоналом. Второе, это вопрос, поставить вопрос, почему ГАГская конвенция не срабатывает и предложение провести международную конференцию в этих условиях и третье, наконец, развитие идеи Рериха на уровне международного акта о защите культурных ценностей в рамках Азиатского континента и далее по всему. Спасибо, Алексей. К нам присоединился Нью-Йорк музей Николая Рериха в Нью-Йорке и главный хранитель Дмитрий Попов. Дмитрий, пожалуйста. Дмитрий Попов. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья, все, кто нас слушает. До меня коллеги и каждый специалист в своем вопросе прекрасно сказали о юридических аспектах, о организационных сторонах культурного строительства и работы коснулись сакрально духовной стороны пакта Рериха и его наследия. В связи с этим мне тогда хотелось бы сказать о еще одной стороне, которая самому мне представляется одной из самых важных, а именно то, что Пакт Рериха с его идеями ввел вот эти самые идеи неприходящей ценности культурных сокровищ в ментальную сферу человечества, в новую сферу, сферу разума, как угодно можно сформулировать, а именно в головы конкретных людей и в результате каждого лично. То, что каждый человек, не ожидая каких-то шагов от любых государств сообществ, может делать сам. кстати, вот мне интересно наблюдать, как развивается в последнее время, вновь как-то стала заметно подниматься эта волна рериховского движения в странах Латинской Америки, и оно как раз идет в основном именно под знаменем мира, и не как под просто таким красивым символом, как это часто бывает в других местах, а именно сориентированно на сохранение памяти и памятников того наследия, главным образом древнеиндейского, которые эти страны имеют. И действительно, я думаю, что каждый человек, который ознакомился с рериховскими идеями, ну и тем таким глубоким вдохновенным стилем, в котором сам Николай Рерих их излагал, каждый может найти что-то, сделать какие-то шаги в своей собственной жизни по линиям этих идей. Ну и здесь, наверное, проще всего сказать о собственном опыте. Скажем, когда еще студентом я зачитывался эссе Николая Рериха, то тогда на меня наибольшее впечатление произвели его эссе 1910-х годов, многие из которых были посвящены именно памятникам средневековой Руси и проблемам их сохранности, реставрации. И будучи впечатлен всеми этими идеями, я просто пошел в Московское городское отделение общества охраны памятников, ту секцию, которая занималась организацией общественных работ в помощь реставраторам на конкретных восстанавливаемых объектах и посвятил несколько лет своей жизни этой работе. И я уверен, что каждый человек, воспринявший эти идеи и желающий что-то сделать полезное, найдет этот путь. Мне хотелось бы, чтобы именно это сильная сторона пакта Рериха и дальше развивалась, находила путь к сердцам и рукам людей, которые будут что-то делать. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо большое, Дмитрий. У нас сейчас появится Александр Седов. Я думаю, что он тоже захочет, может быть, сказать несколько слов. Но давайте я, так сказать, вкратце подведу некоторый такой итог о том, что, конечно же, актуальность пакта Рериха в наше время. Александр Седович, есть желание сказать пакта. Пожалуйста. Да нет, спасибо большое. Я не собирался, я с большим интересом прослушал всю дискуссию. Масса хороших, ценных идей, мыслей, которые побуждают еще подумать на эту тему. Хочу вас поздравить с таким первым опытом отдаленного круглого стола на самоизоляции. Отдаленно соединенного. Я считаю, что очень интересная дискуссия, хорошая, интересная получилась. Поздравляю. Спасибо. Я как раз не хотел бы сказать о том, что мы, я думаю, что мы договоримся о дальнейших встречах в таком же составе или, так сказать, будем его варьировать с тем, чтобы определим следующие темы для наших собраний. так сказать, вот этих отдаленных. И мне кажется, что это будет полезно в плане именно обмена мнениями и этот обмен мнения действительно будет рождать какие-то новые идеи и им давать импульсы для нашей общей работы. Ну вот я бы хотел вернуться к словам Петра Давидовича Боринбойма относительно Института гражданского общества, которое формируется вокруг музеев, вокруг культурных институций, которые действительно должны быть ну как бы вот в это непростое время как-то соединять, думать какие чаяния, какие задачи ставит общество и музеи, культурные институции должны эти задачи решать. Ну и самая тоже так сказать вещь, которая прозвучала во многих выступлениях, это конечно же юридическая сторона, которая должна тщательно разрабатываться юристами и этот документ опять-таки с которой вот пакт Рериха немножко пафосно назван, это действительно воспоминание о будущем, это документ, который разрабатывался действительно уже более 80 лет тому назад, но тем не менее он дает возможность для осмысления сегодняшней ситуации и мысли о том, что же нужно делать, чтобы вот в это реально действительно непростое время использовать те старые наработки, наши новые современные возможности с тем, чтобы двигаться вперед. Ну что ж, я тогда благодарю всех за участие, еще раз всем большое спасибо, я думаю, что я спешу со всеми участниками и мы проработаем какой-то короткий совместный документ с тем, чтобы он уже послужил итогом нашей встречи и продумаем относительно следующих встреч подобного формата и я думаю, что поскольку история вот с пандемией будет затягиваться, я думаю, что мы еще парочку таких встреч проведем удаленно прежде чем встретиться вместе в реальности. Большое вам всем спасибо, всего доброго. Я хотел бы попросить ведущего как раз в связи с затронутой пандемией дать мне возможность обратить внимание на несколько моментов. Пожалуйста. Я просто хочу напомнить, наверняка коллеги слышали, это совершенно свежая новость, что по предложению Министерства экономического развития музейная отрасль предполагается быть отнесенной к числу отраслей наиболее пострадавших в пору пандемии. Я думаю, что это было бы важно и правильно и могло бы помочь нам в дальнейшей работе. Более того, наверное, коллеги знают, что ИКОМ опубликовал обзор деятельности музеев в период пандемии. Там чуть менее 200 музеев прошли анкетирование. Это очень интересный документ, и с ним можно было бы ознакомиться и посмотреть. Он сейчас разослан членом ИКОМа. И последнее по поводу юридического продвижения. Очень важно, мне кажется, обратить внимание на следующую мысль Николая Рериха. То, что продвижение, правовое продвижение пакта и идей пакта в рамках новой конвенции, сам пакт жив, и новая конвенция нужна, но то, о чем сказал мой коллега и тезка, для этого необходимы общественные силы. Для этого очень важно нам понять соотношение между музеем и обществами. И мы знаем, что здесь есть определенные вопросы, проблемы, и на самом деле есть большие перспективы. А мысль Рериха очень простая. Он о ней неоднократно писал. Мысль такая, было бы правильно, это почти точная цитата, было бы правильно, если бы многочисленные общества при нашем музее, он имел в виду Нью-Йоркский музей, сейчас уже несколько музеев Рериха, чтобы многочисленные общества при нашем музее стали как бы хранителями его отделов. Вот это как бы, оно очень важно. Конечно, никто не собирается сделать хранителями музейных предметов общественной организации, но смысл этого тезиса как раз в том, чтобы соединить вот эту общественную пассионарность с профессиональным подходом. Я хочу сказать, что вот в контексте нашего сегодняшнего разговора, мне кажется, не лишним будет вспомнить, что Союз Музеев России в рамках известной комиссии по Рериховскому наследию, да и вообще, является таким очень важным локомотивом профессионального концентрирования вокруг различных проблем. И вот это соотношение и связь профессионального подхода и общественных сил пассионарных в правильном соотношении, мне кажется, для юридического продвижения идей пакта в рамках новой конвенции, там, в других рамках, она была бы очень-очень важна и правильна. Спасибо, Алексей. Можно я прокомментирую? Я бы напомнил то, что сейчас Алексей сказал, известный лозунг, который в свое время был брошен на одном из заседаний Советских музеев в России, вся власть в музее. А именно? Это то, именно правильно? Ну, вы поставили это в более крайнюю формулировку. Я надеюсь, в этом нет ничего страшного. Ну, нет, конечно же, мы высказываем наши точки зрения совершенно спокойно. Ну, что ж, коллеги. Пожелать, чтобы вот этот формат общения, он не ограничился только пандемией, временем пандемии, что мешает продолжить его и в более спокойные времена, значительно существенно расширить аудиторию. По-моему, это очень интересно. Конечно, но просто очень хорошо встречаться очно со фуршетами и ужинами и так далее, но и такой формат удаленной встречи, по-моему, тоже очень интересно. Спасибо. Ну, что ж, спасибо еще раз всем. Коллеги, я вам всем напишу. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До новых встреч. Спасибо. До свидания, рад видеть. До свидания всем. Всего доброго.